Следующий мой, тут спрашивают теперь про горлышко. Девчоночки, чуть-чуть потише. Теперь спрашивают про горлышко. Как вот есть, есть ли горлышко? Смотрите, есть несколько техник, которые вот помогают для горлышка. Первая техника, которая, я хочу сказать, для, ну короче, профилактика, то, что сейчас вот очень многие сразу проверяют щитовидку. Сразу же, куда ни проходишь, чего бы там ни было, какой-нибудь УЗИ не делаешь, сразу отправляют еще на щитовидку. Потому что щитовидка тоже у нас очень многих штормит. И, ну это же есть, естественно, защитные реакции организма. Щитовидочка у нас, получается, находится вот здесь. Вот если она увеличена, нам там больно глотать, першик в горле. Ну, очень многие процессы происходят уже более болезненно. Есть одна очень профилактика хорошая, в то же время лечение щитовидки. Это пока-то не то, что показали народными способами, народными средствами. Это просто великолепно. Но, опять-таки, я еще раз говорю, не убирайте медикаментозное. Не думайте, что вы посидели, подумали, решили там. Вот все равно, где-то чего-то, какую-то примочечку все равно сделайте. Таблеточку вот лучше выпейте, чтобы этот процесс ускорить. Потом это, когда пойдет на выздоровление, делайте уже более такие глубокие практики. Скажем так, они быстрее. Итак, есть очень классная техника, когда... Помните, дети делают трещалочку? Нет, бабушка. Морлышко вытягивается и такое... Горловое пение, трещалочка. Дети в детстве бегают и трещат родители. Я их не делаю. Ну, они-то уже знают, они профилактику сидят. Тут попробуйте открывать рот и вот такое, как бы, пропевание А, но оно такое, как трещание. Чтоб вот оно где-то вот здесь было. Не получается. Не получается. Вот эта вибрация вот тут внизу получается. Да, и сейчас мы будем ее увеличивать. Поэтому вы попробуйте. Нужно тренироваться, чтобы ее вниз-вверх потом гонять. Потому что это... Это как шар. Да, да, да. У кого получается? Получается? И когда вы держите тут пальчик, оно получается, трещание прям чувствуется. Откашливайся, откашливайся и дальше делай. Это же еще и вот это все чистится. Кашель, кашель. Меня спросили про горло. Это же и горло в том числе. Прокашливаемся, делаем еще раз. Ну, а теперь попробуйте сделать эту трещалочку, чтобы чувствовали, что это трещание уходит вниз-вверх. Вниз-вверх звуком. Это для того, чтобы горло почистить. Вот это вот горло как раз таки и чистится. Это для кого? Святочки слабые. Те, кто много разговаривает. Для того, чтобы укрепить связки. Профилактика щитовидной железы. Вот это вот трещалочка. Она очень хорошая. Вот смотри, чувствуй. Вот это вот потренироваться надо. Она очень хорошо вычищает. Разный звук получается. Разный звук получается, да. Пусть здоров. Тоньше, громче. Пошли чиститься. Тоньше, громче, больше рот открывайте. И вы тогда почувствуете. Во-первых, это можно даже еще тренировать. Очень хорошо вот здесь вот начинают работать и шейные мышцы. Следующий момент. Это когда вы берете и для горлышка выставляете вот так вот хорошо челюсть вперед. Челюсть вперед. И вот эти вот начинают верхушечки гланд. Да, да, да. Оно начинает прямо шевелить. Кашель, вот это все, все, все. И начинает прям как будто горлышко вверху чистится с гландами. Это когда мы хорошо челюсть выставляем. Вот выставили, потянули. И обратно. А это то, что мы с ними делаем. Да. Это еще очень хорошо техника. Если мы прямо стоим делаем, это для горла. Сейчас я вам покажу, как минус второй подбородок. Это всем полезно. Да. Ну это ж... Знаете, в одной технике там такой спектр очень большой скрыт. Итак, сначала челюсть. Хорошо, мы выдвигаем прям челюсть вперед. Вот выдвинули и подержали несколько секунд. Начинает першение в горлышке. Есть? Есть. Когда першение в горлышке, нужно откажется. То есть, чуть-чуть прочистили. По поводу второго подбородка. То есть, и вот это вот горлышко, когда мы вот это поделаем, начинает еще такой момент, как будто чесаться горло. Вот, кстати. Когда вы поделаете и начинает чесаться горло, тогда вы не немножечко, как бы, знаете, сгладываете слюну и как бы чешете себе... Языком счесываете гланды. И у вас получается, вы делаете еще массаж и себе запускаете вот этот процесс очищения горла. Очень класс, классная техника. Вот, знаете, так как... Языком в одну сторону, языком в другую сторону. И вы как раз-таки захватываете гланды, там вот вверху щечки и небо. И получается такой очистительный хороший процесс. Как языком? Бедное слово, как языком. Ну, языком получается, самым таким вот там, где язык начинается, получается языком, как будто гланды и небо захватываете, и оно получается такое, как шершавое. И вы счесываете в одну и в другую сторону. И оно тогда получается такой процесс, как будто вы там что-то причесали. Следующий момент. Это когда вы... Вот тут сразу же техника, чтобы убирать второй подбородок. Это когда вы не просто вытаскиваете челюсть вперед, а вы вытаскиваете челюсть вперед и поднимаете еще градусов на 30, на 45 вверх. Это такое, знаете, как заныривание. Челюсть вперед. И на задержке дыхания нужно вот удержать. Вы когда берете, делаете вдох, она вы такие... Выглядит, конечно, странно. Да. Но оно вытягивается. В то же время вот здесь вот натягивается хорошо сухожилие, связочки, мышцы. Вот тут и горлышко. И оно, да, и горлышко чистит в том числе. Но это упражнение делается в три позиции. Это еще вот называется... Вот в школе тибетской медицины я когда училась, оно называется «Петух пьет воду». Ну что там такое? Как-то у них там все такие интересные названия. И у них получается так. Человек становится... Голова... Вот правильная еще стойка, когда голова как будто в седле, макушечка тянется вверх. Да, будь здоров. Спина у нас получается ровно, лопаточки у нас немножечко назад. И получается мы, когда голову держим вот в седле, и из этого седла мы делаем вдох и такое... И задержка дыхания. И смотрим. И потом петух. Как петух головой. Да, как петух головой. И потом... Правда, говорю. Угу. И потом... И вперед жешь петух. Оп. Все зло. Потом опять вперед. Задержка дыхания. Выдох. Задержка дыхания. Вдох. И подбородок вверх. Задержка дыхания. И выдох. Задержка дыхания. Ну так все хорошо видеть. Вообще все хорошо тянется. И оно делается всего два раза. То есть получается мы стоим... Спереди у нас получается раз. Задержка дыхания. задержка дыхания вперед задержка дыхания это один раз и второй раз так прошли все два раза хватает с головой вот это лучше а если будете делать без поворота плеч плеч то вы как раз задействовать мышцы задней шеи профилактика да то есть там все очень много да спасибо за дополнение просто это действительно техника надо очень много вот идет только вот голова и смотрите там еще что очень интересно когда да да там тянется но вот еще здесь главное что когда вы делаете это не то что быстро там сделать это когда делаете вдох и на задержке дыхания вы держите и тяните а потом коп и выдох обратно и задержка дыхания вдох задержка дыхания выдох задержка дыхания то есть должны быть микро такие задержки дыхания которые позволяют еще и крови циркулировать а голова кружит это из-за того что мало дыхательных техник которые идут на скажем так когда обогащение кислородом идет и все это начинает разгонка вот это вот начинает у нас кружиться голова ну чтобы этого не было ну вот вот эти вот процессы как раз таки хорошо и еще тут меня попросили технику эмоционального восстановления